Наша национальная методика помощи зависимым отцом Алексеем Бабуриным. И, собственно, методика иностранная, югославская, она была дополнена именно этим четвертым компонентом, духовностью, о котором мы сегодня с вами немножко побеседуем. Запустить можно презентацию, а на полное окошечко отвернуть ее, F5. Итак, вопросы трезвости. Если мы обратимся к священному писанию, в частности, к книге-притче, мы там обнаружим такую фразу. Невинно вино, у корезина же пьянство, и всякие, пребывая в нем, то есть в пьянстве, не будет примут. Наш один из любимых русских святых, святой праведный Иоанн Кроштадский, сказал об этой страсти, об этом немаще так, что никто еще не родился пьяницей, а сделался им жизнь. Пьянство – это дьявольская сеть, дьявольская трава. Пьянство – это души человеческие, а вместе с душами и тела. Безусловно, здесь мы видим, речь идет не только о теле человека, но и о состоянии его души, души, бессмерт. В нашем врачении в Красногорском есть очень уважаемый священник, притерей Константин Островский, автор многих книг, как для детей, так и для взрослых. Много лет он являлся дуковником нашей тогдашней еще большой московской епархии. И вот отец Константин о страсти винопития сказал следующее слово, что пьянство – это ложное блаженство. Пьянство – это не только форма чревого водя, а осознанная или неосознанная духовная практика, псевдомолитва, в ходе которой адепт этой практики вводит себя в некое духовное состояние и обретает некую меру блаженства. Истинный путь, ведущий к Богу, к вечному блаженству Бога, обычно долгий и трудный, состоит в исполнении заповедей Божьих, молитвом подвиге, а есть путь ложный, зато легкий, короткий и приносящий временное греховное удовольствие, что есть употребление алкоголя. Как же в нашем мире бороться с этим недолгим, с зависимостью алкогольной, наркотической и иными проявлениями зависимости? Об этом говорит долг нашей Церкви православной христианской. Кто и как должен утверждать это понятие трезвости? Из концепции по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма, который был принят на заседании Священного Синода 25 июля 2014 года, сказано следующее в преамбуле этого документа. Долг Церкви – возрождать в общественном сознании отношение к трезвости как нравственной ценности. Христиане при этом призываются быть примером трезвой жизни. Из покон века Святая Церковь уже имеет опыт помощи людям, и прежде всего эта помощь, конечно же, духовная, в таинствах совершаемых в Церкви. И одно из таинств – это таинство исповеди, покаяния, в котором человек, исповедующийся, признает не только свою греховность, осознает ее, но и имеет твердое желание, намерение справиться с той иной страстью, грехом, отказаться и с помощью Божьей, врачуя это, изменить образ жизни. А что же может сделать священник, принимающий исповедь у такого человека? Прежде всего, исповедующийся просит помощи у Бога в избавлении от страсти. Тот священник, батюшка, который принимает исповедь, безусловно, имея должный опыт, а это очень важный фактор, даже не опыт, а понимание сути немощи и страсти зависимости, должен постараться помочь немощному человеку, признающему свою страсть, не просто сказать об этом факте, но и постараться не допустить того, чтобы человек, находящийся в употреблении алкоголя, наркотиков, не впал в еще большую беду, в грех уныния, отчаяния, потому что... На телефоне. Ага, все, так, мне... А, на телефоне смотреть, а я... А там не переключается, у меня. И если вы пусть, значит, еще два слайда вперед. Я прошу прощения, у нас опять небольшие технические проблемы, сейчас мы их исправим. Вот, да, я вижу отца Илья, который принимает исповедь. Вот если бы все были бы такими отцами Ильями, которые утешат, добрым словом, кротким, то я думаю, что проблема была бы решена очень быстро. Но не все мы такие именно, да. Вот, слава богу, опять же, у нас заработал на большом икратичном. Да, да, вот видите, помолились, да. Значит, в чем еще может помочь духовник, освящение, принимающий исповедь? Опять же, честно. Ну, да. Прежде всего, в том, что исповедующийся, ведь он может понимать свою проблему не в полноте, а частично, да, не зная глубин зависимости, в частности, аспектов медицинских, психических, социальных и так далее. И здесь задача священника, духовника, имеющего, как я сказал, опыт в этом направлении, помочь человеку раскрыть и объяснить ему и другие важные моменты жизни человека, желающего исправиться, да, и подсказать, что же конкретно этот человек может попытаться сделать, дабы исправить свой привычный образ жизни. Ну, и слайдик можно переключить. Какой опыт православных церковь имеется уже накоплен? В конце 19 века в селе Татьево, отвергской области нынешней, Сергей Александрович Рачинский, известный педагог, ученый, тоже был, озаботился вот этой проблемой, проблемой зависимости, видя, как односельчане, которых он знал и с кем-то в своей бытности работал, преподавал им, видел, как многие из них гибнут от пьянства. И желая помочь им, он внес свой посильный вклад в это дело. В селе Татьево было создано первое, на тот момент, община трезвости. И все желающие помощи и поддержки в избавлении от нынешнего пьянства приходили на такие общие собрания, собирались, обсуждали какие-то темы, общались, пили чай. И впоследствии было принято решение обратиться к Богу за помощью Божией для того, чтобы свое доброе намерение в деле трезвения и подкрепить еще молитвенно, духовно, опять же. И вот такая некая традиция принятия зарока трезвости, и как мы сейчас его именуем, обет трезвости, она несет свое начало, имеет свое начало именно вот от практики Сергея Александровича Рачинского, который сказал, что трезвость еще и есть нравственность, но она есть необходимые условия, всяко-драственного преуспеем. Как-то на наших собраниях, которые мы проводим в нашем клубе трезвости в городе Косногорск, я сказал для наших общинников, что трезвость – это не конечная цель каждого, кто сюда пришел. Конечно, многие были удивлены данной формулировкой, а зачем мы пришли в клуб трезвости, чтобы стать трезвым. Но на самом деле трезвость – это есть некая база, некая точка, оправдная точка для дальнейшего развития человека, духовного и нравственного, о чем мы видим в словах Сергея Александровича Рачинского. Следующий слайд, можно? Следующий слайд, можно, Андреич? Получается, да? Нет? Нет? Прошу прощения, опять маленькая-маленькая заменочка. Я думаю, что к подобной следующей встрече, которая обязательно пройдет у нас, мы обязательно улучшим техническую составляющую, и все будет у нас намного лучше. И вот современная традиция уже, современная традиция церкви – это принесение обетов трезвости. Вот такая обетная грамота, я думаю, что она для многих знакома, и многие из участников, и я надеюсь, что все, кто занимается трезвой работой, тоже давали такой обет трезвости, для того, чтобы, помолившись Богу, иметь твердую решимость дальше жить абсолютно трезво, чтобы и самому быть неким примером духовной жизни, и также помогать другим. Био-психо-социо-духовный подход, о чем уже сказал отец Николай, я в частности упомянул. Этот метод был основан профессором Владимиром Ухкудолиным, и основатель российской модели этой работы, протерей Алисей Бамурин, как я уже говорил вам, дополнил этот метод в духовной составляющей. Как говорил Владимир Ухкудолин, что клуб алкоголиков, в котором семья алкоголика может найти всестороннюю поддержку в своем стремлении изменить привечный образ жизни, доставляющий ей страдания. То есть это место, где человек не только борется с конкретной страстью, но и при поддержке своей семьи, и вся семья этого человека, приходящего в семейные клубы призвости, ищет духовное, нравственное развитие. И, собственно говоря, с Божьей помощью в течение времени его и обретают. Дальше можно? Зоран Зоричич, нынешний президент Всемирной ассоциации семейных клубов призвости, профессор Загребского университета, в своем докладе, сделанном на 25-летие работы клубов призвости в России, сказал следующие слова, что в России создана уникальная российская модель семейного клубного сообщества. В чем же ее уникальность? В отличие от наших коллег зарубежных, мы как раз имеем опыт вот той самой духовной работы, духовной поддержки, нашим общениям. При храме, где я являюсь клиником на данный момент, у нас на территории основного храма, который посвящен преподобной мученице Елизавете, есть еще небольшой храм, посвященный и освященный в честь преподобного Сергия Радонежского. И в 2016 году, когда у нас создавалась община, как раз этот храм уже настраивался, и настоятель нашего храма, Патрий Василий Печушкин, предложил нашей общине, общине трезвости, семейного клуба трезвости, собираться в этом храме для молитвы, для совершения молебна. И, собственно говоря, создание нашего клуба трезвости произошло 1 января, день памяти мученика Ванифатия 2016 года. И совершилось это и окончилось тем, что мы собрались вместе, изъявили твердое желание жить абсолютно трезво, и, поморявшись с Богом, совершив молебное пение, мы приняли тот самый обретрезвости, который уже был хорошо известен в церкви, и являлся одной из основ трезвой жизни православного человека. К сожалению, программа, при помощи которой демонстрируется моя презентация, не позволяет запустить ее полноценно. Здесь получилась такая куча разных фотографий, которые должны были показываться по очереди, но ничего. Значит, здесь, на данном слайде, я хотел показать то, чем мы занимаемся, помимо обычной клубной работы, тех собраний, которые мы проводим, это духовная жизнь. Значит, раз в неделю, вот в этом храме, небольшом храме преподобного Сергия Радонежского, мы по субботам, если нет особых больших православных праздников, мы совершаем трезвенную литургию, вот о чем отец Николай говорил, подобно тому, как такая литургия совершается здесь, на приходе, и в России, мы эту литургию совершаем силами нашего клуба трезвости. Что это значит? Те общинники, которые имеют уже достаточный опыт трезвости, как бы твердо стоящих на ногах, мужчины, помогают мне на богослужение, несут послушание алтарников, панамарей, читают часы, апостолы, помогают мне на прислушивании литургии. Также дети наших общинников, уже достаточно взрослые, также прислуживают на этой литургии. А все остальные, это в большей степени женщины, детишки, тоже принимают свое участие. Те, кто умеют петь, имеют какие-то певческие навыки или просто имеют желание петь, у нас поют в церковном хоре. Те, кто, ну бывает такое, что нет особых талантов оперных, те тоже участвуют в богослужении, читают молитвы перед причастием, после причастия. Детишки, как правило, заняты тем, что ставят на посвечники свечи, вовремя их удасят, выносят запивочку, разливают ее и так далее. Такая служба у нас, как я сказал, совещается раз в неделю. И последний вторник каждого месяца мы собираемся в нашем храме небольшом и совершаем молебное пение, установленное на нашу церковь, о помощи страждущим с чтением акафиста преподобному Сергею Радонежу. Причем этот акафист мы читаем все по очереди, то есть я начинаю чтение, и каждому из присутствующих обязательно достается отдельный гейкос или кондакт, или иногда, если народу немного, то, в общем-то, мы читаем даже по кругу, получается. То есть, опять же, каждый из участников нашего клуба трезвости принимает свое участие в духовной жизни, в общей молитве. И напоследок, последний слайд, он тоже не получится его показать поочередно. Это ежегодная традиция нашего клуба трезвости. Это тоже духовный компонент. Ежегодная паломническая поездка в Северпуховской владычный монастырь к обозу Божьей Матери непиваемой чаши. Случилось так, что мадушка Алексея Петрова и в умене этого монастыря одно время входила в епархиальный отдел нашей большой московской епархии по утверждению трезвости. Сейчас у нас епархия Зелилис, она также осталась в подделье, но уже в своей поддольской епархии. И вот у нас появилась такая традиция, что 23 февраля каждого года это общегражданский праздник, День защитника Отечества. Мы с нашими общинниками собираемся и вместе на личном транспорте едем в Северпухов, где в этот день я сослужу литургию священнику штатному этой обители. Все наши общинники стараются подготовиться к таинству Евхаристия, причастию, все стараются причаститься в этот день. И по завершении литургии в монастыре мы перед образом Божьей Матери не упивание чаша, служим в Молебен, с Акафистом, при святой Богородице. Такая поездка, как я сказал, совершается у нас раз в году, 23 февраля. Ну, собственно, фотографий здесь было у меня много, но мы их видеть поучей не можем. Мы только видим как раз службу с последней на нашей поездке. Она была неделю назад. Вот самые-самые свежие фотографии. Следует отметить, что, на удивление, в храме было народу не очень много. И, собственно говоря, все причастники, которые причащались в этот день во Владыщином монастыре, были наши общинники. Это, в общем-то, довольно-таки радостно. На этом я тоже свое выступление заканчиваю. И хочу еще раз обратить внимание, что вот эта наша национальная модель, духовный компонент, который лег в основу био-психо-социо-духовного метода, является еще очередной точкой опоры нашей деятельности, и с помощью которой самый главный человек не только избавляется от зависимости, но и самое важное для всех нас это духовно крепнет, меняется и с помощью Божьей все-таки идет достижение Царствия Божия. Спасибо, Господи. Благодарю вас, Сергей. Действительно, как вы правильно сказали, что трезвость это только начало. Не стремимся мы святость, стремимся мы в Соростве Божьем. Как Господь нам сказал, будьте святы, как Святой Отец вам есть. Это мы с вами с поблагодарим за вас за опасность и покопительство. Спасибо, Сергей. Спасибо. Сейчас я попрошу выступить с докладом Лазаревым Алексеем Владиславовичем. Он присутствует сейчас? Он дистанционно? Добрый день, спасибо. Я присутствую действительно дистанционно. Если есть возможность дать мне право включить презентацию, там нужно разрешить нескольким участникам. Да, есть такая возможность. Это руководитель реабилитационного центра реабилитация Лайв. Он выступит с докладом «Амбулаторная программа реабилитации Лайв в православном центре помощи зависимым при храме еженачально Троице Кожевнике». Да, большое спасибо. Благодарю вас. Можно? Да, меня слышно нормально, да? Да, Алексей, хорошо слышно, спасибо, можете продолжать. Да, хорошо. Дорогие друзья, спасибо за возможность рассказать о нашем центре и нашей программе, как это началось и как это было создано. В начале 2019 года прошел на канале Спас такой проект реабилитации Лайв. Кто-то, возможно, его помнит, еще видел. совсем недавно был проект «12» про реабилитацию алкоголезависимых в Рязанской области. Но это уже второй такой похожий проект, а первый был про помощь зависимым в Санкт-Петербургской метрополии. Там было три героя, которые проходили реабилитацию в разных центрах. Это обители исцеления, это фонд Диакония Слагубовка и это амбулаторная программа Фавор при Александровской лавре. И журналисты канала Спас показывали динамику, как проходят будни этих ребят, какие они пишут задания, их успехи, их сложности. В общем, этот проект привлек очень большое внимание, потому что он был, повторяю, вообще первый про помощь зависимым такой в онлайн формате. И в этом же году, в 19-м, когда появилась такая возможность при храме Троица в Кожевниках открыть центр, почему такая появилась возможность, настоятель рассказал мне, отец Олег Тагабецкий рассказал мне, что есть здание, которое можно было бы отдать под проект помощи зависимым. И с одним только но, что оно абсолютно не готово к этому, и нужно сделать ремонт. То есть, это просто такая коробка, где нету ничего, бетонный пол, стены, ну, то есть, совсем ничего. И благодаря как раз каналу Спас, благодаря Синодальному отделу по благотворительности, благодаря службе милосердия, были собраны средства на ремонт этого здания, и все это получилось очень быстро, и пресс-служба как раз Синодального отдела предложила мне, говорит, слушай, ну, уже есть такое раскрученное название реабилитации, а то почему бы и центр так не назвать. посоветовались, я даже провел какое-то исследование, опрос в соцсетях, и действительно из предложенных нескольких названий был выбран этот, хотя в будущем, конечно, не скрою, мы сталкиваемся, сталкивались, я думаю, что сейчас это уже название довольно привычное для тех, кто знает, но мы, конечно же, сталкивались с сложностями, с критикой, с критикой того, что вообще в названии православного центра есть англоязычное слово, вот, но такова была наша, такова была наша, можно сказать, цель, чтобы привлечь в этот центр всех, то есть мы, я не могу сказать, что мы изначально ориентировались только на православных людей, потому что вообще центр создавался под эгидой, как я сказал, синодального отдела и коррекционного центра по противодействию наркомании в лице фонда Иоанна Кронштадтского, а коррекционный центр по противодействию наркомании уже из названия следует, что мы все-таки ориентируемся больше на наркозависимых, вот, и если среди алкоголезависимых церковленных людей намного больше, то среди наркозависимых, конечно, далеко не все, ну, как-то, приходя к нам, уже являются церковленными или даже, ну, вообще имеют хоть какой-то опыт церковный, далеко не все, вот, но, так как они приходят в православный центр, то, понятное дело, они, ну, как-то по умолчанию лояльны к церкви, вот, и что же является нашей целью, это предоставление людям, страдающим от зависимости и их близким доступ ко всем видам услуг по социальной реабилитации в рамках церковной системы помощи, что это означает, немножко раскрою, кроме того, что у нас в центре есть реабилитационные программы для зависимых, для созависимых, группы поддержки, консульционные услуги, то есть, мы сами по себе являемся центром помощи, мы, кстати, предпочитаем называть все наши центры центрами помощи, а не реабилитационными центрами, есть своя подоплека к этой сфере, к сфере реабилитации, там, пристальное внимание, здесь очень много и постепенно требований от государства, все больше и больше эта сфера все-таки подвергается какому-то контролю, хотя еще по совершенно недостаточному, тем не менее, есть очень много негативного в современной светской системе реабилитации, и, в общем, мы поняли, что центр помощи, название центр помощи наиболее полно вообще отвечает тому, что мы делаем, поэтому наш центр, он изначально так и называется, центр помощи зависимым и близким, вот, и кроме того, что мы являемся самостоятельным центром помощи, мы еще и точка входа в Москве в общецерковную систему помощи, при нашем центре была создана горячая линия федеральная, и дежурство там происходит пять дней в неделю, в рабочие дни с восьми утра до восьми вечера, и консультанты, конечно, рассказывают о всех центрах помощи, которые существуют у нас в церкви, в стране, но для того, чтобы туда попасть, жители московского региона, они, конечно, приезжают к нам, проконсультироваться с нашими специалистами, если можно, выключить микрофон, и что же такое, дорогая Ирина Попова, у вас включен микрофон, спасибо, основные четыре направления работы, это консультирование, то есть мы являемся консультационным центром, за два года работы, если вот я говорил про горячую линию, то есть, конечно, это телефонные консультации, они краткие, такие информационные консультации, их более трех тысяч произошло, и полноценных психологических консультаций, как в очном формате, так и в формате Zoom, уже около полутора тысяч за время работы центра, то есть это консультационный центр, второе – это революционные программы для по преодолению зависимости и созависимости, третье – группа поддержки и поддержка НКО. Ну вот, про группы поддержки несколько слов, вот 8 лет назад появилась при храме в храме в Вишняках, мусульманский храм в Вишняках, появилась первая православная группа поддержки, потому что, ну, опять же, надо понимать, что все, что мы делали, оно изначально предназначено именно для наркозависимых, да, то есть мы поняли, что для людей, которые ориентированы на воцерковление, уже имеют опыт, ну, может быть, слабый опыт воцерковления, но во всяком случае интересуются православием, а может быть, это может быть и церковные люди, действительно, которые выздоравливают от наркотической зависимости, вообще очень мало чего можно предложить в нашем городе, несмотря на то, что это столица, кроме анонимных сообществ, анонимных наркоманов, то есть, ну, известно, что и семейные клубы трезвости, и различные трезвенческие общины, конечно, в первую очередь для алкоголезависимых, и, ну, как-то не очень, не очень получается совместить, вот, и поэтому появилось желание предложить наркозависимым своей группы поддержки, и в то же время, так как сообщество анонимных наркоманов очень развитое, и очень многие зависимые выздоравливающие попадают именно туда, еще мы встречались с таким запросом от тех, кто посещает эти анонимные группы, что хотелось бы какое-то сообщество, какую-то такую общину выздоравливающих и зависимых, где можно спокойно говорить о Христе, вообще о религиозных каких-то вопросах, можно получить обратную связь, можно рассказать о своих, своем опыте, своем переживании, конечно, это невозможно вот в анонимных сообществах, которые преподносят себя как сообщество духовное, но не религиозное, то есть там высказывания о каких-то религиозном опыте крайне не приветствуются, вот, то есть это один из поводов создания этих групп, и, как я уже сказал, 8 лет назад появилась первая такая группа, и сейчас вот в нашем в нашем реестре электронном, который есть на сайте противнарка.ру, вот именно групп поддержки таких вот, которые работают по нашей методике, их 17 штук, но, во всяком случае, в разных городах, Новосибирск, Краснодар, Санкт-Петербург и так далее. И в Москве хочу сказать, что это сообщество, мы его назвали сообщество православных групп поддержки, имеет свой чат в телеграме, и наши группы идут с понедельника по пятницу каждый будний день. Среди них есть очное собрание и онлайн собрание, потому что, понятное дело, вот с 2020 года, с началом всех этих наших локдаунов и пандемии очень развился формат онлайн-помощи, о чем я тоже немного расскажу. Что такое наша амбулаторная программа? Вот вы видите, что у нас есть программы, отдельно работающие как для преодоления зависимости, так и созависимости. и конечно она основана на христианском понимании зависимости, это комплексный подход биопсихо-социо-духовный, он включает в себя церковную практику и в том числе задействует современные психотерапевтические методики. Срок реабилитации как у зависимых, так и у созависимых это три месяца, вот программа для зависимых она пятидневная, программа для созависимых именно реабилитационная программа, там люди встречаются раз в неделю, предоставляется помощь бесплатная, конечно же конфиденциальная и ВИЧ-статус не является препятствием. Вкратце, вот какой алгоритм прохождения нашей амбулаторной программы. Понятно, все дело начинается с телефонового консультирования, происходит звонок либо мне напрямую, либо на нашу горячую линию, мы договоримся о первичном приеме, происходит сбор документов, это я сейчас рассказываю про умочный формат, который был до пандемии, происходит индивидуальная психодиагностика, вступление в программу, выполнение ее, окончание и постреабилитационная поддержка, постреабилитационное сопровождение, но нужно понимать, что с момента как раз всех сложностей ковидных мы уже не смогли, понятное дело, не могли не замечать то, что происходит и были поставлены перед нашей организацией, перед нашим центром новые задачи. В условиях пандемического кризиса мы начали развивать онлайн-формат, онлайн-технологии и в результате в прошлом году вышло методическое пособие опыт реализации амбулаторной программы в центре помощи зависимой реабилитации ЛАЙФ при использовании онлайн-технологий. Вообще наши методички там последний слайд будет, они будут показаны три методички выложены на сайтах противнарка.ру и на сайте синодального отдела по благотворительности. Ну, пару слов про онлайн-формат. Конечно, есть у него свои минусы и плюсы. мы сегодня видели, что есть технические сбои, вот уже даже на нашей конференции с этого все началось. Проблемы бывают с видеозвуком, проблемы бывают с низкой скоростью интернета, и это, конечно, один из минусов. Есть проблема, так называем, мы ее называем цифрового барьера, ведущий профессионал, специалист, который ведет программу, у него, конечно, нет привычного в очном формате контакта с нашими воспитанниками, то есть не видно многие, не считываются многие невербальные сигналы, мимика, жесты, и было у нас несколько случаев, когда ребята срывались, то есть понятное дело в очном формате моих тестируем, мы их видим каждый день, здесь они находятся дома, и иногда бывало так, что срывы не видно, или есть подозрения, спрашиваешь, человек отрицает, но потом, конечно, все равно становилось на свои места, потому что если срыв был, то наступает очень быстро неуправляемость, и это уже мы видим, но тем не менее такие сложности были, но еще из минусов, это, конечно, есть такие искушения, находясь перед экраном компьютера или телефона, отвлекаться на другие сайты, когда, то есть, вот, понятное дело, когда мы в очном формате, мы находимся все в кругу, и кто-то зачитывает задание, другой человек волей-неволей его слушает, да, в этом формате, если слушать не хочется, то очень незаметно и быстро можно начать читать какие-то параллельно любые соцсети, сайты и так далее, но для нас важно, что мы передаем ответственность за выздоровление нашим воспитанникам, то есть, вообще задачи такой, как-то вот догнать и причинить добро у нас нет, то есть, хочешь выздоравливать, нравится тебе, пожалуйста, мы даем все возможности, на нет, как говорится, и суда нет, но формат этот наш онлайн, он имеет свои плюсы, это, конечно, возможность уже не отвлекаться на географические расположения, наших благополучателей, где они живут, потому что раньше мы были, к нам могли попасть только те, кто живет в Москве, или даже, если ближайшая Подмосковина, человек должен быть достаточно мотивирован, чтобы ежедневно приезжать на занятия, вот, то есть, сейчас этого барьера нет, у нас приходят в программу люди совершенно разных городов, Красноярск, последний парень был, Томск, даже, даже такие города, как Красноярск и Томск, это очень много часов разницы во времени, но если люди мотивированные, то они готовы заниматься даже ночью, потому что онлайн-формат дал им возможность вообще присоединиться к какой-либо программе помощи, если в тех ситуациях, если в их регионе, в их городе никаких программ еще нет. Вот, и есть еще такая штука, как, ну, вообще, комфорт некий, когда люди находятся в, люди находятся дома, у них есть, по нашему опыту, было замечено, есть возможность, вот, как мы это поняли, мы опрашивали наших воспитанников, они говорят, что для многих очень важно, вот, находясь в каких-то привычных, комфортных условиях, они могут раскрываться намного глубже. Вот, есть, есть такая штука, она замечена. из чего, ну, какие есть элементы основного этапа программы, это, ну, как бы, основа, это, конечно, так называемая малая группа, это группа по приему заданий, у нас есть 10 заданий, которые нужно написать за 3 месяца, это дневник самонаблюдения, который пишется каждый день, это история зависимости моей, это ради чего я выбираю трезвость, очень большое задание по отрицанию, большое задание по бессилю и неуправляемости, это границы безопасности, мои ресурсы, интересы, увлечения, очень интересное задание радость прощения, план поддержания трезвого образа жизни, это уже в конце, и финальное задание моя духовная биография. То есть, вот, как я уже говорю, да, вот эта группа по приему заданий, она, наверное, все-таки центральные мероприятия, кроме этого, есть психологические консультации, которые все наши воспитанники имеют возможность получать у наших специалистов. Это, конечно же, церковное богослужение и катехизаторские занятия, духовный час тоже проходит еженедельно, это еженедельная группа профилактики срыва у нас идет по пятницам, это арт-терапия, психологический киноклуб, вот у нас сейчас, вообще, понятное дело, что, когда мы только перешли в онлайн-формат, некоторые мероприятия, такие как кинотерапия и арт-терапия, они отпали, мы даже некоторое время их не проводили, но сейчас вернули в программу, но проводим их только в очном формате, то есть они возможны для наших как наших зависимых участников программы, так и созависимых. Киноклуб проводится каждая первая суббота месяца и арт-терапия сейчас в нашем центре реабилитации Лайф проходит каждую субботу, все оставшиеся субботы, кроме первой, в 13.00, так что добро пожаловать зайти и попробовать увидеть, как это работает. Ну вот, несколько фотографий, это еще в очном формате, когда мы работали, потому что онлайн формат фотографий, они не очень интересные, но вот так выглядит наш центр и работа в данном случае арт-терапия. Одно из направлений работы, это, как я сказал, это консультационная методическая поддержка НКО. Мы проводим уже пару лет очень интересные круглые столы, которые, почему их называют интересными, потому что они действительно привлекают очень большое количество участников. Вы знаете, мы попытались создать такую обстановку вообще и в центре реабилитации Лайф, и в наших онлайн-мероприятиях максимальной открытости, то есть возможность говорить о всех темах, которые волнуют специалистов нашей области. То есть много таких тем, которые не обсуждаются на официальных съездах, официальных мероприятиях, обсуждаем различные сложности, то есть в некотором смысле такие очень большие интервизии в том числе сложности в современных подходах, особенности работы с теми или иными благополучателями, например, работа с потребителями дизайнерских наркотиков, соли и так далее, и так далее, особенности работы с созависимостью, подходы разнообразные, и тоже, как я сказал, регулярные мероприятия, эти круглые столы, вот разные просветительские информационные мероприятия, и у них есть своя аудитория довольно-таки большая, тоже есть возможность присоединиться, существует WhatsApp-чат вопроса реабилитации, при желании туда вступить, это как раз для участников всех этих наших онлайн-конференций, при желании туда вступить, вы можете написать мне в WhatsApp, я вам пришлю ссылку, мой телефон будет на последнем слайде, вот наши методические, наши методические, как я уже сказал, их вот сайте два с половиной уже года, это работа центра, выпущено три штуки, еще раз повторяю, сайт против фнарка.ру, методические, есть, есть, значит, как там называется, я забыл, но вы найдете с правой стороны там иконки, на главной странице сайта обучения, по-моему, называется, да, и там все методические пособия, и сайт финнодального отдела по благотворительности, деканей.ру, там тоже в меню все это довольно просто найти. Спасибо за ваше внимание, вот телефоны, телефон мой, телефоны нашей горячей линии, если вам поступают какие-то запросы на помощь вне системы семейных клубов трезвости или трезвенческой общины, то есть именно на стационарную реабилитацию, если вопросы про какие ресурсы помощи вообще есть в церкви, помощи зависимым, то рекомендую вам нашу горячую линию 8800 616 193 или мобильный номер вот этот 712 3030 вы тоже попадаете туда же. Спасибо за внимание, за возможность так вот кратко представить работу нашего центра. Алексей, у вас вопрос в чате посмотрю. Вопрос по теме постреабилитации сам проходил. Так, так. Так. вы знаете, вот, да, спасибо за этот вопрос. Он один такой большой. да, спасибо за этот вопрос. Вот мы, у нас появилась идея, мы обсуждали это с нашими сотрудниками, так как, ну, так уж получилось, да, вот сама жизнь распорядилась, что мы стали очень активно развивать онлайн-формат. Мы поняли, что начнем, уже обязательно начнем в этом году, проект постреабилитации, такой онлайн-проект социализации для выпускников революционных центров, и как православных, так и, в общем, для всех желающих. И можно будет онлайн к нему присоединиться. Мы, когда проект будет разработан более подробно, конечно, об этом мы повестим, будем, напишем в наших соцсетях, на сайте. Сейчас он разрабатывается, это будет, я думаю, что это будет очень интересно, это такой, ну, скажем так, широкий охват тем будет предлагаться, тоже основываясь, конечно, на концепции биопсихсоциодуховной, как от помощи в трудоустройстве, но это что-то такое самое элементарное, естественное, так и лекции по семейным ценностям, вообще помощь, будут участвовать и наши батюшки, и мы будем приглашать лекторов со стороны, то есть, ну, надеюсь, что это будет, в общем, интересный проект. Что касается вообще ресоциализации, если вопрос про, как, на самом деле, онлайн-формат, как я сказал, географических никаких границ не имеет, хочу сказать, что наша амбулаторная программа, вот эта трехмесячная, она, мы видим по опыту, что она работает первое, как мотивационный этап, то есть, человек приходит к нам, он узнал о нас, ему нужна помощь, он приходит ко мне на консультацию, я вижу, что человеку показан стационар, стационарная реабилитация, но он не готов, и я ему говорю, ладно, попробуй, попробуй нашу амбулаторную программу, и было уже несколько раз такие ситуации, когда, попробовав и поняв, что амбулаторный формат человеку недостаточен, потому что это все-таки программа для очень мотивированных и сохранных, но не всегда, то есть, если человек очень мотивированный, то он может быть и довольно разрушенным, все равно получить успех, то есть, начать выздоравливать в результате прохождения программы, вот, и тогда вот такой товарищ все-таки едет в реабилитационный центр, то есть, нахождение в программе, общение с нашими специалистами, для него является мотивационным этапом, второе, это когда сама вот эта трехмесячная программа является вполне себе достаточным таким реабилитационным продуктом, и после чего человек уже начинает выздоравливать сам, пользуясь, мы же знакомим его со всеми ресурсами выздоровления, кстати, конечно же, в том числе и с анонимными сообществами, то есть, мы понимаем, что кому-то подойдет такое сообщество, кому-то подойдет такое сообщество, кто-то в результате прохождения программы начинает оцерковляться, а кто-то не начинает, и это естественно, это естественно, и тогда я ему скажу, что ну, брат, попробуй, пожалуйста, анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, ты, может быть, найдешь себе людей твоего духа там, ради бога, и третий вариант, это как раз ресоциализация, к нам приходили и приходят люди после окончания основного этапа реабилитации стационарного, и у нас есть задания специализированные, которые нацелены именно на ресоциализацию, то есть, это вот, если мы исходим из этапов церковной реабилитации, прийти в себя, прийти к богу, вернуться к людям, то существует же методология, с которой вы, кстати, тоже можете напротив нарко.ру ознакомиться, и, то есть, все три этапа в рамках нашей амбулаторной программы как бы мы можем предложить людям, вот, поэтому, возможно, такая ресоциализация, но, как я уже сказал, готовится проект такой отдельно, такой глубокий, онлайн, мы его пока называем онлайн, школа социализации. Вот, так что, если я ответил на вопрос. Благодарю вас, Алексей. Спасибо вам. Дело, которое вы занимаетесь, это очень важное дело, и труд, которым вы занимаетесь, тяжелый труд, наверное, труд сказать неправильно, это больше служение, такое настоящее христианское служение, когда и проявление любви, вот здесь есть такой действительно действенная реализация любви, когда мы живем так, чтобы наши близкие смогли раскрыть себе образ Божий, раскрыть себе самое лучшее качество, избавиться от того, что их тяготит, от того, что их ведет вниз, и от этого освободиться и идти вперед. Очень рад, что у вас, ваша программа развивается, в том, что вы прикладываете такие усилия, мы начали с малого и уже достигли многого, вот дорога, дорога селит идущий, поэтому мы желаем вам всего хорошего, развития, благодарим вас за ваш труд и за ваше выступление. Спасибо очень, спасибо всем участникам. Теперь я попрошу выступить Кузнецова Анастасия Юрьевна, координатора системы церковной помощи наркозависимым координационного центра по противодействию наркомании при сенодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Анастасия Юрьевна выступит с докладом «Работа общецерковной системы помощи наркозависимым». Прошу вас. Батюшка, дорогой, благодарю. Добрый день, дорогие участники. Постараюсь вложиться достаточно быстро, минут 10. Андрей, сейчас, если есть такая возможность, включить презентацию, чтобы я не только от себя, от ветра головы своей обещала. Значит, с чего началась общая система церковной помощи зависимым людям? В 2011-2010 году был создан Координационный Центр по противодействию наркомании при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Данный Координационный Центр был создан Синодальным отделом специально для того, чтобы координировать разрозненные церковные структуры помощи зависимым людям на местах. До создания Координационного Центра не было возможности людям руководителям революционных центров, руководителям групп помощи и поддержки зависимым каким-то образом между собой взаимодействовать, не находясь в физической близости друг к другу. То есть, допустим, руководитель в каком-то регионе мог координировать свою деятельность рядом с соседями, находящимися епархиями. А, допустим, с более дальним регионом или, например, зависимый человек, не понимая, какую помощь он может получить в своем регионе, обращался к другой, и там точно так же начиналась некая путаница, скажем так. То есть, человек не мог получить конкретную информацию о том, в каком регионе какая помощь может быть ему предоставлена. И координационный центр, который был создан под руководством епископа на тот момент Каменского Алапаевского, сейчас это Каменский Камышловский Мефодий, владыка из города Каменск-Уральск, да, сибирский владыка, значит, стал руководителем этого традиционного центра. Центр стал проводить различные общественные мероприятия в Москве, в регионах по тому, чтобы, если проще говорить, знакомить руководителей определенных структурных подразделений помощи зависимых людям друг с другом, начались съезды, начались слеты, началась та деятельность, которая смогла в принципе скоординировать людей в том виде, в котором она сейчас. Я бы, конечно, хотела второй слайд получить с огромным удовольствием, Андрей Игоревич. Да, значит, по, да, нет, тогда второй, тогда следующий. Да, вот, собственно говоря, руководство Координационного Центра, это владыка, епископ Верейский Пантелеимон, представитель самого сендарного отдела, и наш владыка, епископ Каминский Камышловский Мефодий. Следующий слайд, там как раз будут цели и задачи Координационного Центра представлены, это, смотрите, взаимодействие, осуществление взаимодействия на всей территории Российской Федерации, всех церковных структурных подразделений, осуществляющих помощи зависимым людям. Следующий слайд. Да, проводится системная аналитика, в каком регионе что осуществляется, ежегодно осуществляется мониторинг по епархиям, по регионам Российской Федерации о том, какая помощь, какую помощь церковь оказывает на местах. Конечно, прям досконально дотошно охватить невозможно каждую епархию, но определенную статистику смес мы как Координационный Центр, разумеется, получаем и, соответственно, отражаем ее не только в отчетах в Синодальный отдел, в Патриархии, но и для того, чтобы любой человек из любого региона России, где бы он ни находился, вне зависимости от его часового пояса, мог получить помощь как онлайн, так и очно. Следующий слайд. Вот как раз значит Координационный Центр осуществляет подготовку, переподготовку, обучение на местах. Это сейчас есть прекрасная возможность осуществлять такие вещи заочно. Либо записывать какие-то обучающие мероприятия, либо их проводить в Зуме. Раньше, да в принципе и сейчас, очный формат очень как бы, сами знаете, вызывает очень сильный отклик. И Владыка, вот центральная фотография, как раз он сам, значит, и Елена Евгеньевна Родолевская, ныне покойная, отец Максим Блетнев, отец Родион Петриков, Роман Прищенко, специалисты высокого уровня, помогающие освободиться людям от зависимости, они выезжали на места в регионы и обучали кого-то, обучали специалистов, то есть это не было проведение групп помощи каким-то отдельным категориям граждан, как зависимым, либо их родственникам, нет, они старались обучать духовенства на местах, значит, специалистов на местах, для чего? Для того, чтобы эти люди, чтобы повысить качество помощи тем людям, которые обращаются, чтобы если к какому-либо батюшке на любом, не знаю, там сельском приходе подошел человек и спросил, вот я пью, или там мой родной человек пьет, не знаю, употребляет наркотики, психоактивные вещества любые, чтобы священник, пусть он даже сам не занимается тематикой, но он знал, куда направить такого человека. Следующий слайд. Вот, методические пособия, точно так же разрабатываются видео, аудио, формат, вышло уже несколько изданий вот «Азбука помощи наркозависимым». Владыка в декабре прошлого года выпустил уже третье издание методологии церковной помощи наркозависимым на приходе. Это, собственно говоря, та методология, на которую опираются все те священники, которые работают в тематике помощи зависимым людям, находящиеся в наших центрах либо в любых структурах, помогающих по регионам. Следующий слайд. Помимо прочего, координационный центр взял на себя задачу ежегодно проводить съезды и слеты. Если есть возможность, мы помогаем финансово приехать людям из регионов, руководителям центров, руководителям тех подразделений, которые оказывают помощь наркозависимым, или алкозависимым людям, для того, чтобы всех вместе сплотить, чтобы люди не только получили знания, но и пообщались. На таких мероприятиях проходят семинары, обучающие в обязательном порядке проходят малые группы для обсуждения тех вопросов, которые наболели на местах. То есть решаются практические задачи, возникающие в процессе работы с зависимыми людьми. Ну и плюс ко всему коррупционный центр вышел на достаточно высокий уровень. Он участвует в общецерковных и государственных мероприятиях по профилактике наркозависимым. Владыка является членом рабочей группы БНК-МВД по вопросам антинаркотической наркотической тематике. Он участвовал в разработке стратегии до 2030 года. Он вносил какие-то свои дополнения в методические пособия. Следующий слайд. Помимо работы непосредственно с зависимыми людьми, очень сильная тема это работа с родственниками, зависимая вообще от работы с семьей. Есть такой цикл лекций бесед архитектуры семьи, которые проводят даже не те люди, которые находятся в тематике зависимости. Это вот на фотографиях видно, вот отец Максим Первозванский, матушка Елена Триандафилова проводила занятия, психолог Наталья Ищенко проводит занятия, епископ Владыка Сам Пантелейман проводил такие занятия. О чем там говорится? О правильном мироустройстве самой семьи, чтобы она не привела к возникновению зависимости. Потому что все мы знаем, что от осинки не родятся апельсинки, и не может быть такого, чтобы недеструктивная семья ни с того ни с сего родила зависимого человека. Соответственно, вопрос в чем? В том, что данные лектора разбирают тематику именно правильного мироустройства семьи. рассказывают о правильном положении ребенка, о правильном положении отца, о правильном положении матери в данной семье, вообще о правильном взаимодействии внутри самой семьи. Следующий слайд, когда меня переключат, это сила выбора, это профилактическая игра для уже молодежи, для подростов, для старших курсов, ой, старших классов школы и первый-второй классов университета. Данная игра была разработана в рамках концепции профилактики наркомании. Координационный центр ставит перед собой задачу не только восстанавливать уже, скажем так, упавших, но и подхватывать тех, кто еще только, скажем так, вступает на этот путь, не видя для себя опасности. Чем хороша игра сила выбора? Она, в принципе, создана как аналог, допустим, ладье, живой воде, но в чем ее привлекательность? Дело в том, что названные мной программы достаточно длительны по своему временному промежутку, то есть они должны проводиться в течение недели, двух, ну, то есть это достаточно долгий цикл. Сила выбора это полуторачасовая игра, тренинг, скажем так, интерактивная игра, внутри которой мы не говорим ни о вреде наркотиков, ни о вреде наркомании, ни о чем таком, потому что подростки лучше нас с вами знают, что как бы это нельзя и так далее. И мы преподносим эту игру в формате не лекции, а именно игры. то есть подростки с нами разбирают такие вопросы, как правильный или неправильный выбор, ответственность за свой выбор, понимание самой ситуации с разных сторон, потому что в принципе у подростков достаточно бинарное сознание определенного возраста, то есть либо черное, либо белое, и все, никаких палитр между ними нет, но внутри этой игры мы позволяем им в безопасной ситуации без внешнего какого-то воздействия достаточно агрессивной среды внутри отработать небольшие такие моменты, которые они смогут потом применить на практике. Как бы никто не говорит о том, что после вот этой игры там подростки встали и сразу дали отпор, но в момент провокации они будут знать, что у них есть вариант выбора, вот эта сила выбора игра профилактическая, она проводится на сотрудниках организационного центра с 2018 года с мая, проводили мы ее с православными университетами, со школьниками, с воспитанниками воскресной школы, с участниками революционных процессов, даже с психологами на горячей линии помощи Москвы тоже ее обкатывали. Для чего? Для того, чтобы получить обратную связь и скорректировать ее. Вот в данном случае она пока без изменений уже больше полутора лет и отзывы по ней только самые положительные. Данную игру мы возим со специалистами в регионы и учим уже, не проводим ее непосредственно с школьниками или студентами, а с теми людьми, кто с этими школьниками и студентами занимается, то есть социальными работниками, с педагогами, с школьными психологами, вот с этими людьми. Следующий слайд. Два следующих слайда это о том, что одной из задач координационного центра является как можно более массовое освещение работы церковной помощи зависимым людям, потому что в основном какая среди светских и мирских людей идет стигма о том, что если ты попросил помощи у священника или если ты попросил помощи в церковь зависимой, все, что тебе предложат, это труд и молитва, особенно если это какая-то монастырская реабилитация, то все, церковь ничего не может предложить. И как раз Владыка Мефодий и наши ведущие специалисты стараются осветить эту тематику как можно более широко, потому что огромное количество настоящих профессионалов, людей горячих и болеющих за свое дело находится как раз в системе помощи зависимым людям. Это и психологи, и наркологи, и не только социальные работники, это и школьные педагоги, это консультанты по химической зависимости, это специалисты, это огромный широкий пласт людей, которых просто как-то не видят и видят только вот труботерапию, которая в принципе обязательна для тех разъединяев, которые попадают в революционные центры, и молитва. Молитва это очень важно, это, так сказать, наш владыка говорит, что это основной стержень всего, это путь ко Христу, а все остальное как бы на него нанизывается, либо как бы отшелушивается как ненужные вещи, но это не единственное, что мы можем предложить, поэтому задача координационного центра это широкое освещение всей работы церкви по помощи зависимым людям внутри своей системы. Следующий слайд. Вот как раз, кстати, разработан сайт, владыка его назвал «Нашелся». Мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот он рефрееном поставил как раз этот стих из Библии на главную страничку этого сайта, сайт противнарка.ру на нем можно найти всю информацию, которая была накуплена за время работы провинционного центра. Она постоянно обновляется, она постоянно дополняется. Там есть видео, масса печатной информации, есть аудио, если у кого-то так удобнее, просто включил наушники и все. Последние методические материалы там точно также расположены. есть на этом сайте один из основных, скажем так, одна из основных нужных вещей, которая в принципе и, ну, как сказать, не ради которой сайт создавался, но ради которой чаще всего и посещает наш сайт. Это вот, если Андрей Игоревич переключит на трансляцию именно слайда, там предпоследие, наверное, будет, это ресурс, это реестр церковных помощей системы зависимым людям, который разработан Координационный Центр. В 2017-2018 году был проведен огромный общий мониторинг всех структур церковной помощи зависимым. Отражены они на этом каталоге не все, потому что достаточно узкое сито были просеяны, то есть, что можно в этом каталоге найти. Для чего он нужен? Здесь можно найти все структуры, помогающие зависимому человеку в вашем регионе. Вы можете найти по епархии, по метрополии, по конкретному региону, Владимирскую область, Астрахани и так далее. Нажимая на, выбирая в ячейке определенное место или определенный ваш запрос, вы увидите все то, что может предложить вам ваша область, как бы, либо соседняя. Это и революционные центры, мотивационные центры, это центры ресоциализации, это амбулаторные программы, это группы поддержки, это сами революционные центры стационарного типа, которые, собственно, у нас сейчас на данный момент вот 54, еще 4 подали заявку на вхождение в реестр, каждый центр проходит проверку, у нас было и 74 центра, и 86 даже доходило, потом 70, вот сейчас 54, почему? Потому что наши специалисты, выезжая на места, проводя экспертные поездки, они обязательно смотрят центр на соответствие требований синодального отдела по благотворительности к этим центрам, и не все центры, хочу вам сказать, проходят эту проверку, мы даже не столько смотрим на какое-то материальное состояние самого центра, то есть туалет там теплый или на улице, или проводят они там на втором этаже трапезной или в отдельном актовом зале, не в этом вопрос, вопрос к самой системе, к специалистам, которые проводятся, обязательно включен ли священник в революционный процесс, и еще достаточно много пунктов, согласно которым центр либо включается, либо не включается в наш реестр, поэтому хочу сказать, что если человеку потребуется онлайн-помощь или очная помощь, он может не только подойти в ближайший храм, возможно, батюшка укажет ему ближайшую группу поддержки, но он может и сам зайти на этот сайт и там сам попытаться подобрать помощь, которая ему нужна, либо священник может совершенно спокойно также сам зайти на этот сайт и посмотреть, что вообще там рядом с ним творится или куда он может направить человек. Следующий слайд. А вот тот самый телефон горячей линии церковной помощи наркозависим, по которому могут звонить люди. Скажу сразу, просматривая отчеты сотрудников горячей линии, могу сказать, что там 60 на 40, 50 на 50 звонков с запросами на помощь алкозависим, звонков на помощь наркозависим. Наши священники, наши руководители центров стационарных, они не делят помощь, ну и свой центр, либо на узкопрофильный, либо на помощь только наркозависим, либо на помощь только алкозависим. Обычно в центре там такая своеобразная кишанина происходит. Сейчас тем более начали поступать люди с дополнительными нехимическими даже зависимостями. Это игромания, это ну и другие зависимости. Вот. Поэтому для того, чтобы понять, какую помощь вы можете получить, либо священнику, например, перенаправить человека за помощью, вы можете звонить на этот телефон 8 716 616 93, и там консультанты вас направят, либо они направят в ближайшую группу поддержки зависим, либо вот у нас есть карта, которую Андрей Игоревич Макгай обновляет, с картой семейных клубов трезвости по всей России. Значит, это, как сказать, нами используется в обязательном порядке, допустим, запрос на амбулаторную программу, либо на группу поддержки, либо на мотивационные центры, потому что после таких групп, в зависимости от поражения человека, от его возможности самого себя, скажем так, проконтролировать в условиях домашних, уже можно понимать, нужен ли человеку стационар, либо он может получить помощь, о которой даже не думал. В свое время мне одна мама зависимого сказала, что, если бы я только знала, куда обратиться, я бы, конечно, эти круги ада не проходила, потому что в мое время были две, скажем так, чаши весов, выбора больше не было, это была только наркология и, значит, икону неубиваемой чаши, по-моему, настырь. На данный момент существует огромная система помощи зависимым людям. Координационный центр по мере своих возможностей всеми силами достаточно большим количеством специалистов, консультантов старается помочь, старается дать как можно больше информации людям, которые нуждаются в этой помощи и очень надеюсь, что с Божьей помощью, молитвом Владыки и всех нас дело будет только развиваться дальше. Все, благодарю. Если нет никаких вопросов, я просто не вижу зависимых, и само отношение к зависимым это такая большая стигма. И такие же стигмы обращены на реабилитацию зависимых, тем более церковную реабилитацию. В обществе возникает такое мнение, что может церковь предложить, кроме как помолиться. А мы показываем как раз таки то, что мы не только можем предложить, у нас много таких центров работает, и мы не против науки, наоборот, мы рукавобрук идем с наукой, и это повышает как раз таки эффективность реабилитации и профилактики наших зависимых. И эта работа, которую выполняете, аккредитационная работа, она тоже очень важна. И как вы сказали, действительно у нас население неинформировано, и люди, которые сталкиваются с этой проблемой, им сложно найти информацию, получить информацию касательно того, как им выйти из сложившейся ситуации. И вы как раз таки занимаетесь тем, чтобы эту помощь им предложить. Благодарю вас за ваш труд. Будем также вместе заниматься нашим общим служением, служить Богу, служить людям, служить друг другу. Теперь я попрошу выступить ведущую нашего клуба трезвости. Это Людмила Владимировна Трепанова, ведущая нашего клуба, честномочника Владимира Боговьянского при нашем храме преподобная Просиня Великой Книги Московской и тема ее доклада «Значение духовно-нравственных факторов на формирование трезвого образа жизни у участников семейных клубов трезвости». После выступления мы сделаем сразу небольшой перерыв на 20 минут, сделаем кофе-брейк, передохнем и после уже вернемся. Сейчас послушаем доклад Людмилы Владимировны. Людмила Владимировна, меня слышно? Меня слышно? Так, послышно. Андрей, можно звук переключить? Слышно? Да. Добрый день всем. Спасибо огромное организаторам этой операции, потому как действительно буквально в течение двух часов уже много нового для себя узнала и в том числе как-то поняла, что действительно за последние годы вот действительно раздыхает в том и людям, попавшим в такую беду, и это очень радостно, что вот такие результаты, потому что, конечно, еще там буквально несколько лет назад такого не было, не было таких возможностей больших, и в связи с этим организация семейных клубов трезвости, это тоже такое большое-большое подспорье, ну, именно вот на площадках храмов, это хорошее движение, которое тоже приносит свои результаты, немножко скажу о нашем клубе, у нас, я одна из ведущих клуба, у нас клуб достаточно так быстро тоже численностью разрастался, и буквально вот на третьем году жизни нашего клуба руководство пришло к решению о том, что нам нужно разделиться ввиду того, что действительно количество большое, вот, и это хорошая тенденция, она тоже радует, и радует не потому, что количество много людей, да, потому что приходит много людей, а именно потому, что людям, что для людей есть возможность даже на базе там того храма, того прихода, куда приходят сами прихожане, получить вот эту помощь, вот, это, на мой взгляд, очень важно, и тенденция такова, что действительно, я думаю, что, батюшка, нам возможно придется и там открывать третий клуб, потому что вот последние два дня, когда я проводила наш клуб, у нас вот буквально опять там 16-17 человек присутствовало, вот, приходилось немножко даже задерживаться, потому что действительно есть интерес, и люди это радуют, что люди понимают, что не просто понимают, они хотят и желают действительно обрести новые качества своей жизни, обрести и правильные взаимоотношения в семье и самим меняться и выстраивать в социуме правильные взаимоотношения, потому как бывает часто, что именно неустройство семьи, оно очень сильно коррелирует и на внешнюю жизнь людей, вот, поэтому это очень радостно, и у нас при нашем клубе в общем-то такая тенденция такова, что действительно это работает, и вот у нас уже несколько семей, которые уже приходят как муж, так и жена, то есть у нас, если на первом этапе приходили в основном только созависимые, и у нас процент соотношения, ну, наверное, там 70 на 30 созависимых и зависимых, в основном, конечно, это женщины, жены, матери, металли, А вот вот Продолжение следует...